Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева. Чем меньше детей, тем дальше отказание по такому принципу разделил многодетных семей исполком города при выдаче земельных участков. Многодетные с такой дискриминацией категорически не согласны и считают, что постановление, на которое ссылается исполком, нарушает их права. Сегодня они обратились в Конституционный суд республики. Альбина Минибаева разбиралась, сколько же надо иметь детей, чтобы получить землю в Казани. Трое или четверо детей, это решает только Бог. А вот как распределяются земли таким же многодетным семьям, как Ольге Меркуеву, решать исполком Казани. Мамы трех детей дошли до Конституционного суда Татарстана, чтобы получить свои участки. В очереди Ольга и Лилия с 2013 и 2014 года. Ни разу нас даже не позвали. Я считаю, что не заботится просто о многодетных. Вот и все. Если предоставляют участки, то очень далеко от города Казани. По мнению матерей, в приоритете многодетные семьи, где воспитываются больше трех детей. Они участки получают гораздо быстрее, уверены женщины. Еще больше их удивило постановление исполкома, где в пригородной зоне получают семьи, у которых детей минимум четверо. Есть люди, у которых по 16 детей. Но это же не значит, что если они стали в очередь после меня, они должны получить раньше приоритет. Исполком говорит, что очередь одна и она слишком большая. На земли претендует больше 10 тысяч семей. При этом сейчас в поселках Дербышки и Константиновка есть земли по 700 и 800 квадратных метров. Но они как раз для тех, у кого в семье 4 или 5 детей. И это прописано в постановлении исполкома. Оно было направлено на экспертизу. Нормативные права в акте муниципального образования города Казань проходит правовую экспертизу. Вот непосредственно этот документ постановлений? Я затрудняюсь сказать. При этом один из сотрудников исполкома все же признает, что в распределении земель есть нарушение очередности. Вы формируете 4 и 5 детей и закрепляете это в документе, который должен содержать перечень земельных участков в соответствии с очередностью. Очередность нарушена ввиду, говорю, долгих работ с получением земельного участка для их дальнейшего предоставления. Часть представителей госорганов поддержали исполком Казани на сторону многодетных мам. Стали представители уполномоченного по правам человека и арбитражного суда. Все же если противоречие между земельным кодексом и Конституцией, этот австанный, конечно же, считал ли детей исполком, распределяя земли на эти вопросы, пока не нашлось. Ответа в Конституционном суде республики решение будет вынесено через месяц. Альбина Минибаверна, ЦАФИН, ТНВ, Казань. Президент России Владимир Путин предложил с января Нового года в рамках поддержки молодых семей выплачивать пособие за первенца. Платить планирует, пока ребенку не исполнится полтора года. Сумма выплат будет равна прожиточному минимуму, а это примерно 10 тысяч рублей. Также президент предложил продлить программу мат-капитала до 2021 года и внести в нее корректировки. Деньги можно будет получать в виде ежемесячного пособия нуждающимся семьям и использовать на дошкольное образование или на уход за ребенком. Один киоск на 22 тысячи жителей во всероссийском рейтинге Татарстан оказался в аутсайдерах. Он 12-й с конца, а всего в списке 85 регионов. Ларьки с печатной продукцией закрываются, предприниматели постепенно уходят с рынка, издатели вынуждены работать только по подписке, а читатели проходить километры, чтобы купить свежую прессу. Почему исчезает периодика Лина Зинатулина? Легко ли купить свежую газету мы решили проверить сами. Попробуем найти ближайший киоск с прессой на улице Короленко. Около полукилометра и вот долгожданный обитель прессы. Люди жалуются, что киосков мало и приходится действительно со всей округи вот, считай, один киоск. На один киоск в республике 22 854 жителя. Рейтинг обеспеченности ларками с прессой опубликовала Ассоциация распространителей печатной продукции. На всю Казань всего 200 киосков. Говорить о сельских районах и не приходится. Место прогулки минут 5, наверное, 10 где-то. Было я дома с моим домом, но его убрали давно уже. Читаю ее в электронном виде, поэтому считаю, что в бумажном виде она не требуется. У меня один киоск в подземном переходе, на кольце, вот там покупаю, где-то литературное. Больше ничего не читаю. А пока одним негде покупать, другим негде продавать. Стираж казанских ведомостей в киоске принимают небольшими объемами. И не все успевают урвать свежий номер. Тренд какой в Казани. Идите все в супермаркеты, там тоже есть продажи газет. И продавайте газеты там. Но если вы поинтересуетесь, входной билет в супермаркет очень дорогой. А это уже увеличение себестоимости. Венера Якубова отмечает, согласно приказу Минкомсвязи России, есть нормативы. На полторы тысячи жителей в городах-миллионниках должен быть один киоск. А в Казани он приходится почти на пять с половиной тысяч. Все началось еще 9 лет назад. Тогда киоски отказались принимать местную продукцию. Картинка выражает товары, которые продавались на тот момент в системе распространения. То есть продавался глянец, продавались попутные товары. В то время как читатели искали местные газеты. Они нам звонили и говорили, где казанские ведомости. Ситуация обострилась три года назад. Тогда город резко повысил арендную стоимость земель под киосками. Издатели и предприниматели считают, это был тот самый рычаг, с помощью которого исполком вытеснял их с доходных мест. Зуфар Хакимзянов за это время потерял две трети своих точек. Энергозатраты растут, аренда растет, все растет. Аренда настолько выросла, что люди начинают потреблять контент через другие источники информации. Получается, что наши доходы падают, затраты растут, доходы падают. И с этим у нас сейчас осталось около 50 розничьих точек распространения. Чтобы выжить бизнесу, сегодня во многих киосках свежие газеты соседствуют со свежей выпечкой, а еще напитками, жвачкой и сигаретами. Турстан Нургалевич спасил там в 2005 году, в 2009 он нам подписал расширенный ассортимент, который можно продавать, и вот здесь вы можете видеть, да, это способствует нам не закрыться. Предприниматели уверены, без помощи властей проблему не решить. Кредиты и аренда на льготных условиях могут по-настоящему возродить сферу. В пример приводят даже не Москву, а Липецк и Воронеж, где платят по 6 рублей за квадратный метр, а то и арендуют абсолютно бесплатно. Лена Зинатольевна, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сегодня высказался по языковому вопросу. В частности, он говорит о том, что цитата. В Чеченской республике два главных языка, русский и чеченский. В школах предметы преподаются на русском языке, чеченский язык преподается в школах отдельным предметом. Это наш родной язык, и он также обязательен к изучению в республике. Он напомнил, что не стоит забывать, чем закончилось строительство Вавилонской башни, или почему лебедь, рак и щука не смогли вытянуть ввоз. Неважно, сколькими языками ты владеешь, из-за неспособности слышать собеседника невозможно будет прийти к пониманию. Лист к листу, а буква к букве идет второй день регионального чемпионата WorldSkills. Сегодня выбирают лучшего печатника. Если раньше типография была уделом только мужчин, то сейчас за многотонные станки встали и девушки. И эти состязания прямое тому подтверждение. Как в руках конкурсантов, блеклая бумага становится цветной, проследила Динара Камалова. Глаза боятся, а руки делают. Иначе в профессии печатника не как говорит Элеонора Агеева. Ей 20, она студентка КХТИ. Хрупкая девушка с легкостью справляется с многотонным станком, при том, что к практике приступила она лишь две недели назад, готовясь к самому масштабному региональному чемпионату рабочих профессий WorldSkills. В первые дни, когда мы только начали тренироваться, было непросто все это заполнить, но это можно довести до автоматизма. Глубже изучаешь технику. То, что скорость к качеству не помеха. В типографии сегодня доказывают шесть юных печатников. Среди них есть как и новички, так и те, кто уже познал вкус соперничества. Так, например, Федор Шатрин, участник национальной сборной России, уже представлял нашу страну в конкурсе профессий Финляндия. Их чемпионат стремится быть похожим к мировому чемпионату, в том числе, который пройдет у нас в Казани в 2019 году. Они приглашали туда также участников из других стран. В программе регионального WorldSkills 91 компетенция, а общее количество участников больше 800. Накануне состязались слесари, химики, флористы и пилоты-беспилотников. А сегодня в этой типографии каждый участник меньше чем за час должен вывести на печатной машине 160 листов с эмблемами, работают на базовом станке и лишь с двумя цветами. Мы имеем лупу, по которой они будут смотреть, как эти кресты совместились. Также одним из главных критериев конкурса является равномерное нанесение красок от первого экземпляра до последнего. Например, здесь оттенок пурпурного более блеклый, но точнее может сказать специальный прибор, динситометр. Вчера эти ребята соревновались в печати цифровой, сегодня ручной и по времени все уложились. А если помарки и были, то незначительные. Динара Камалова, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Студенты как звенья в преступных цепочках налоговых уклонистов. Их документы и данные дельцы стали использовать для создания фирмы однодневок и последующей обналички. О налоговых махинациях и как с ними борются сегодня рассказали профильные ведомства. В этом году в Татарстане уже зафиксировано полсотни таких преступлений. Как не стать жертвой мошенников? Дмитрий Аринин. Как говорят правоохранители, сейчас большинство налоговых преступлений начинается с персональных данных, которыми поневоле или добровольно делятся граждане. Заполучив такие сведения, нечистые на руку дельцы могут оформить пластиковые карты или фирмы однодневки, что открывает дорогу к обналичке, ну то есть способу уклонения от налогов. Как почитали таким путем, только по тем делам, что зашли до суда, казнены слили ущерб почти на полмиллиарда рублей. Все в этом году тех или иных налоговых преступлений зафиксировали более полусотни. Участились случаи, когда студенты за денежные вознаграждения предоставляли свои паспорта для различных финансовых операций. В частности, были выявлены случаи, когда на одного учащегося оформлялось несколько десятков фирм. Однодневокосубы, проходившие через них, исчислялись миллиардами рублей. Встреченные нами студенты осуждают такой заработок своих коллег. Возмущены и казанцы. Раз торгуют, значит, они выгоду какую-то, но рискуют в том, что их используют потом, как не знать кого. Потому что студентам хочется халявы, что тебе за это дадут деньги и ничего при этом делать надо, то почему бы и нет. Ну, то есть легкомысленный народ студенты. Может, просто денег не хватает студентам. Мы точно не будем продавать, потому что это, ну, странно, по крайней мере, и глупо. И такие глупости и жарты наживы грозят уголовным делом и лишением свободы до семи лет. Неуплата налогов уже судит встречи с судебными приставами. В этом году по налогам поступило дело на 10 миллиардов рублей. Почти половину этой суммы уже взыскали. Если уже судебные акты доходят до принудительного исполнения, значит, к сожалению, наши жители не совсем понимают степень своей ответственности за неисполнение своих обязательств. Как добавляют приставы, к должникам они чаще стали применять свой запретный инструментарий. Это арест расчетных счетов, ограничение выезда за рубеж и обременение на транспортные средства. Дмитрий Алинин, Рамзельгарипов, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ. Далее в программе. Село за образование. Вот эти кучи решили поставить на ранчую институту. Фермеры Татарстана заработали миллиарды, но в деньгах ли счастье, узнавал Рамиль Шайдулин. Дело ювелирной точности. В региональном этапе чемпионата WorldSkills в Татарстане побывал Сергей Хайдаров. Рустам Миниханов с рабочим визитом сегодня прибыл в Великобританию. Здесь делегация Татарстана примет участие в пленарном заседании российско-британского бизнес-форума, который пройдет завтра. Стороны намерены обсудить приоритеты взаимной инвестиционной политики. Также планируется встреча Рустама Миниханова с государственным министром Великобритании по цифровым технологиям. Республика легко сама себя прокормит, и в этом заслуга фермеров. Сегодня Фарид Мухаммедшин, председатель госсовета, встретился с сельчанами из 13 районов республики. Аграриям озвучили внушительные цифры. Только сельхозотрасль в этом году пополнила бюджет на 260 миллиардов рублей. Но сколько потрачено на ее поддержку Рамиль Шайдулин? Цыплят по осени считать Тимуру Вахитову приходится снова в одиночку. У фермера из Елабуги больше полутора тысяч гусей и семи тысяч кур. Никто из соседей даже близко не стоит, ведь никто и не берется разводить птицу. Это слишком затратно. Товар недооценен на рынке. То есть не все фермеры, видимо, считают все затраты. И, наверное, на наш взгляд, это является причиной того, что на второй, на третий год многие фермеры прекращают этим заниматься. Трудности временные уверены закоренелые хозяйственники. Это теперь. На фермах Ментолипа Мениханова чистые стойла и рекордные надои. Но и он был молод, знает, какие трудности ждут аграриев. Без достойного образования перспектив все меньше. Вот эти училища надо поставить на ранг институтов, на ранг серьезной поддержки, чтобы их обучали, одевали, кормили. Бездорожье, непомерные штрафы за перегруз, с какими только трудностями не сталкивается аграрий. Со своими историями фермеры приехали на зональное совещание в Елабуге. Но одной из главных проблем так и остается образование. Какое-то учебное заведение специализировать на подготовке кадров для сельскохозяйственного сектора экономики. Мы услышали, посмотрим, пообсуждаем. Помогать отрасли государство намерено рублем. Только на сохранение поголовья крупного рогатого скота за год потрачено 2 миллиарда рублей. С господдержкой фермеры не против и объединяться из нескольких мелких в другие крупные и конкурентно способные хозяйства. Рамиль Шайдолин, Ильша Таюбов, Альберт Шафигулин, ТНВ, Елабуга. О дорогах, безопасности и скорости. Сегодня в Москве стартовал третий железнодорожный съезд. В столицу приехали представители РЖД со всей страны. Ожидаются и руководители федеральных органов власти, промышленных предприятий и транспортных компаний. Один из главных вопросов строительства высокоскоростной магистрали Евразии. Оно начнется в следующем году, а примерная скорость поездов составит больше 400 км в час. Также обсудят работу вокзалов на время проведения чемпионата мира по футболу. Сейчас полностью готовы к Мундиалю признали казанские вокзалы. Все эксклюзивные подробности мы ждем уже в ближайшем выпуске новостей от Ниаза Рахмана, который сегодня целый день работает на съезде. Забросить баскетбольный мяч в корзину и разбить яйцо ковшом экскаватора. Это лишь немногие испытания, которые ждали сегодня еще одних участников регионального этапа WorldSkills Russia. Для того, чтобы выяснить, кто лучший в Алексеевском районе, встретились десятки молодых дорожных строителей республики. Кто из них будет представлять Татарстан на чемпионате профессии в России, узнал Сергей Хайдаров. Забить такой гол, пожалуй, самый долгожданный результат участников регионального этапа WorldSkills. Слова Тесмогилов учится в Казанском автотранспортном техникуме. Говорит, что экскаватор знает, как свои пять пальцев. Однако в некоторых этапах пришлось попотеть. Первый раз участвовали. Один попал в кольцо, другой нет. Два мяча было. Таких этапов здесь немало. Победители определяют сразу в четырех компетенциях. На старте лучшие машинисты автогрейдеров, бульдозеров, фронтальных погрузчиков и экскаваторов. Все очень напряжены. Одно неловкое движение и победа в руках соперника. За сбивание фишки там минус 0,5 балла. Техника безопасности нарушил минус. Там световые приборы, сигналы. Все учитывается. Ну а прямо сейчас одно из самых сложных испытаний между собой участники называют его ювелир. Потому что сначала им нужно на бульдозере сбить бутылку с водой, после чего всего одним зубчиком от ковша нужно проткнуть вот это яйцо. Умение забивать голы в кольцо и разбивать яйца ковшом на реальной стройке водителю экскаватора может и не пригодиться. Зато такие испытания максимально точно показывают технику и мастерство участников. Пока подобные этапы есть только на российском чемпионате. Но вполне возможно, что сегодняшние участники покажут себя и на весь мир. В прошлом году была презентационной. Но в прошлом году мы ездили в Краснодар, выступали. Градири занял первое место. Машинист бульдозер третье место. Ну надеемся, окажется, презентационная она должна выйти вроде как бы в основные. Региональный этап WorldSkills в Татарстане продолжится и завтра. Имена представителей республики на всероссийских соревнованиях мы узнаем после финальных этапов. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ, Алексеевский район. Шифала-Су и Жминводы один из лучших санаториев республики. Основанный еще в 1924 году, расположен он в живописном месте на берегу Камы и является настоящей жемчужиной Татарстана. Как удается удержать этот статус? Об этом далее. Водные процедуры, массажные кровати, косметические салоны – это не полный список услуг. Есть гости, которые приезжают сюда ежегодно. Я бы хотел поблагодарить, конечно, безусловно, персонал за их чуткий такой подход, обслуживание. И качественно, конечно, и пища хорошая. Высокотехнологичная лечебно-диагностическая база и штат высококвалифицированных специалистов – вот основа работы санатория Шифала-Су и Жминводы. Здравницу оценили на республиканском уровне. Санаторий стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства республики за качество по итогам этого года. Санаторий и Жминводы. Менделеевский район. Самая высшая награда, которая только есть в республике для организации. И для нас очень важно, что мы в течение трех лет занимаемся повышением именно не только нашего благосостояния, но самое главное, что мы меняем качество обслуживания людей. И это не полный список наград санатория. Здесь идет постоянное развитие для того, чтобы гости могли отдохнуть не только телом, но и душой. Еще пять российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде. Международный Олимпийский комитет лишил биатлонисток и бобслеистов в медали зимних Олимпийских игр в Сочи. Под санкциями уже почти два десятка участников и медалистов. Тем временем, Следственный комитет России сегодня выступил с заявлением. Новые экспертизы подтвердили голословность обвинений в адрес российских спортсменов. Все подробности у Анны Городновой. У него как раз больное ухо с температурой, но мы пришли. С сыном Львом Алия не пропускает ни одну игру клуба Акбарс. Мальчик занимается в хоккейной школе. Ему нравится еще Данис Зарипов. И то, что он вернулся, он прям даже как раз, мама, мама, Данис Зарипов вернулся. Все, мы бары сегодня возьмем. Кумиры в большом спорте только стимулируют на достижения, говорят родители будущих хоккеистов. Без российских спортсменов смотреть Олимпийские игры будет неинтересно. Когда наши участвуют, обязательно слежу. Если наши не будут, не будут смотреть, интереса нет. Это просто будет неполный какой-то турнир хоккейный, неполное само мероприятие. То есть без России это не праздник хоккей. Еще два года назад комиссия Международного комитета аннулировала результаты Олимпийских игр в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах десятки российских спортсменов. Вопрос об участии в Олимпиаде 2018 до сих пор открытый. Чиновники должны все сделать, чтобы спортсмен, во-первых, там участвовал, участвовал под своим флагом и под гимном. И они, спортсмены, не должны от этого страдать. Мы, к сожалению, не доказали ни в одном, ни в один суд мы не обращались, ни по одному вопросу. Данис Зарипов. Его тоже бросили все, и только наши защищали его. Если бы наши не стали его защищать в суде, он бы также был дисплицирован на два года. В случае недопуска нашей сборной отдельные спортсмены могут выступать под нейтральным флагом. Мнения на этот счет разнятся. Кто-то считает подобный поступок унижением страны, кто-то несправедливостью для честных спортсменов. Пусть сами решают, я считаю. Это человеческие судьбы, и человек всю жизнь к этому стремился. И запрещать ему. Ведь мы не смогли это защитить. Если вдруг Россию не допустят, это же не по вине Евгении Медведевой, допустим, ее не допустят. Зимние Олимпийские игры 2018 пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля. Допустят ли российскую сборную или ее отдельных спортсменов до игр, станет известно уже через две недели. Анна Городнова, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. Вместо второй обуви домашние тапочки в Нурладской школе прошла необычная акция. Ученикам выпала возможность почувствовать себя как дома. У кого получилась самая креативная обувь, увидим прямо сейчас. В коридорах не слышны ни ступ каблуков, ни топот ботинок, лишь тихие шаги с перезвоном и шелестом. Школьники и учителя переобулись в привычную домашнюю обувь – тапочки. Ведь школа для них второй дом. Столько у них было идей, они начали обмениваться идеями, перекидываться фотографиями. И на самом деле, вы знаете, ни одна мама не сказала, мы пойдем и купим тапочки. Все начали думать, как, что они будут делать. Наши одноклассники посмеялись с ними во мной, моими тапочками. Но было очень весело. У меня тапочки останутся дома, и я буду в них ходить. Организатор акции – ученики старших классов. Сегодня им не только щеголять в красивых тапочках, но и определить лучшие во всей школе. Мы бы хотели вести день тапочек на повседневной основе. Самые оригинальные тапочки будут награждены сладким призом. В тематические дни поднимаются не только настроение, но и посещаемость, отмечают учителя. Организаторы приступили к подготовке уже новой акции – Дню бантиков. Дзинара Камалова, Анна Городнова, Луиза Гульмуддинова, Рушан Зайлалов, ТНВ Нурлат. А впереди вас ждет спорт и прогноз погоды, а мы увидимся в 21.30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачная, высокая, средняя, рыночная. Но если вы ищите низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Детские новогодние елки в Корстон. Подробности 279-32-22-0+. Квартиры в Нижнекамске. Молодым семьям господдержка. Рассрочка с проживанием. В магазинах «Идеал» новая коллекция обуви с натуральной кожей от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Деревенское мясо птицы и субпродукты «Восиного Казань». Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Безпроцентная рассрочка в Канавто. Воспользуйтесь уникальной возможностью приобрести автомобиль «Ладо» в кредит без переплаты. Канавто. Сибирский тракт 48. Телефон 230-30-30. На Казанской ярмарке с 30 ноября по 1 декабря выставка и конгресс «Чистая вода». Перспективные технологии производства воды, очистки стоков, экологическая безопасность, охрана водных ресурсов. Салон кожей меха «Мехополис». Широкий размерный ряд, беспроцентная рассрочка, приятные подарки. Шубы, дубленки и пухвики для мужчин и женщин. Стильные версии для молодежи. С 20 по 26 ноября «Черная неделя». Скидки до 70%. XL, третий этаж. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся! Только в ноябре назначай свою цену на новый «Ниссан». Звони в автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 единицы. Республиканский конкурс красоты материнства и семьи «Начкабиль» приглашает на праздник, посвященный Дню Матери. 13 простых и прекрасных семейных историй о вечных ценностях жизни, материнства, любви и добра на финале 13-го конкурса «Начкабиль». 30 ноября. КРК «Пирамида». Генеральный информационный партнер. Телерадиокомпания «Новый век». Генеральный радиопартнер «Ретро-ФМ». Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Акбарс берет реванш у Сочи. Заключительный выездной матч перед домашней серией завершился победой казанцев. Хотя начинал сыграние в пользу команды Билли Леддинова. Первым отличился нападающий хозяев Евгений Лопенков. Отметим, что в этом поединке место в воротах Акбарса доверили Тимуру Белялову. Гости начали просыпаться только во втором периоде. Вторую шайбу во второй игре подряд забивает Роб Клингхаммер. Барсы реализовали большинство. Дальше точный выстрел Василия Токранова вывел команду вперед. А последнюю точку в матче ставит Александр Свитов. Этот гол, кстати, стал сотым для капитана казанцев в чемпионате КХЛ. Уже завтра болельщиков ждет очередное зеленое дерби. Начало игры против Салавата Юлаева в 19.00. Другим темам интрига держалась. До последнего матча в спорткомплексе Мира завершился осенний турнир Казанской бизнес-лиги по мини-футболу. Сразу четыре команды вели борьбу за чемпионство. Только последний тур смог распределить итоговые места в турнирной таблице. Серебряные призеры прошлой лиги, футболисты ТНВ, горели желанием завоевать кубок и даже лидировали после двух торов. Но частые травмы основных игроков привели к потере очков. В результате новичок турнира IncomSystem также не удержал чемпионство, уступив главный кубок чемпионата команде «Ферикс». Прошлогодний победитель НПП ГКС расположились на третьей строчке. Календарный год традиционно завершится футбольным праздником. 10 декабря в манеже центрального стадиона пройдет новогодний кубок, в котором помимо команд чемпионата сыграют и остальные предприятия нашей республики. Мы играем просто от того, что мы компактно действуем и максимально правильно стараемся действовать в защите особенно. Уровень команд примерно одинаковый, мы поэтому готовились к последнему туру, представляли, что примерно такой накал борьбы будет, готовились к этому. Игрок Рубина, кандидат на футбольную премию Рефаджи Маладинов, номинирован на звание первой пятерки, вручаемой лучшему молодому футболисту года в российской футбольной премьер-лиге. Победителя выберут по трем критериям российское гражданство, возраст футболиста не старше 21 года, число сыгранных матчей за команду. Лауреат определяется по итогам анкетного голосования специалистов, ветеранов футбола, а также журналистов, ведущих СМИ. В этом году на премию претендует 6 человек. Напомним, 3 года назад воспитанник Рубина Эльмир Набиуллин уже был обладателем этого звания. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска и изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль DM-мебель и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань. Восстание 23. Телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь поговорим о погоде. В предстоящие сутки существенных изменений в погоде в республике не ожидается. По-прежнему ожидаются осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет облачно, пройдет снег. Температуру воздуха составит до 1 градуса мороза. На северо-востоке Татарстана тоже не обойдется без осадков в виде снега. Там будет тоже до 1 градуса ниже 0. На севере республики пасмурно, снег и до минус 2 градусов. На северо-западе ожидается облачная погода со снегом. Температура воздуха там составит минус 1 градус. На юго-западе Татарстана тоже облачно. Ожидается снег. Температура воздуха там составит минус 1 градус. В центральном районе республики пасмурно, снежно и до 1 градуса мороза. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор выпуска – ОАО «Марбиофарм». Гриппофлю. Не дайте простуде гриппу испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. В Казани в предстоящие сутки возможен снег. Температура воздуха составит около 0 градусов. Ветер южный слабый. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 88%. Ожидайте магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова